В Черкесске на базе Министерства по делам молодежи Карачаева-Черкесии прошел форум по профилактике социального поведения в молодежной среде. Сделай свой выбор. Молодые люди получили много полезной и важной информации касаемо профилактики, наркомании, ВИЧ и СПИДа. А также важно развиваться в различных направлениях, чтобы стать успешным в той или иной сфере деятельности. Алик Алипшоков подробнее. Правильный выбор – залог здорового будущего для молодого поколения. В ходе форума ребята узнали много полезной информации касаемо проблемы распространения наркомании и алкоголизма. Представители наркодиспансера и Центра по профилактике по борьбе со СПИДом рассказали молодым людям, как можно обезопасить себя от этих пагубных явлений. По словам организаторов, такие мероприятия позволяют ребятам получить полезные знания и познакомиться с различными сферами молодежной деятельности для самореализации. Форум направлен на профилактику социального поведения в молодежной среде. Называется «Сделай свой выбор». И идея заключается в том, что мы хотим, чтобы из числа активной молодежи появились ребята, которые не просто знают, что наркотики, алкоголь – это плохо. Но они знают, почему это плохо. И благодаря тому, что они могут быть в этом смысле осознаны, чтобы они могли это транслировать и передавать своем окружении. В свою очередь, экспертами были проведены мастер-классы по теме, каким должен быть молодой и успешный человек. Директор автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Центр развития профессиональных компетенций» Руслан Айбазов поделился знаниями, как быть успешным и какими навыками необходимо обладать. В свою очередь, ребята задали интересующие их вопросы спикерам. «Самое главное, мы определили то, что успешность зависит от того, как человек расходует важные ресурсы своей жизни. Это ресурсы как время и ресурсы как энергия. Мы пришли к тому, что использование времени и энергии в правильном русле приводит к успешности. Если сегодня они как раз, ребята имеют много времени, много энергии, если они будут сегодня учиться, готовиться к будущей своей жизни, будущей своей профессии, отдавать большую часть времени по этому направлению, по направлению саморазвития, это, конечно, спасет их и от девиантного поведения, и от алкоголизма». Проведение подобных форумов дает прекрасную возможность молодым людям познакомиться с интересными спикерами и задуматься о своем будущем в той или иной сфере деятельности. «Самое главное для нас – это знакомство с такими людьми, которые могут рассказать много полезного и много нового, объяснить нам, где граница дозволенного и запрещенного, чтобы мы нет-нет-то шагнули в будущее с уверенностью. Как они и сказали, воспитывается новое поколение молодежи, и это поколение должно быть проинформировано о том, что есть не просто розовая радуга и розовые очки, а что есть плохая сторона жизни». «Я узнала, например, то, что многие заболевания, которые люди считают, передаются абсолютно любыми путями. Я узнала, что есть определенные пути. Я думаю, что все, кто присутствовал сегодня в зале, тоже об этом узнали. Узнала также, как можно узнать успешного человека. Мы выделили четыре фактора. И я думаю, что я буду стремиться к тому, чтобы когда-то, посмотрев на меня, кто-то тоже сказал, что я успешный человек». В завершение мероприятия представители Министерства по делам молодежи республики наградили всех выступавших благодарственными письмами, а также были отмечены волонтеры форума. Олег Алипшоков, Олег Малхожев, Вести, Карачаева, Черкесия.